На этот раз на повестке дня семь вопросов касались различных сфер деятельности, как органов местного самоуправления, так и других служб. Как отметил начальник службы внутридомового газового оборудования филиала УАО «Газпром» газораспределения «Тамбов», в Кодексе об административных правонарушениях произошли изменения, касаются как юридических, так и физических лиц. Уклонение от заключения договоров о техническом обслуживании также от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Отказ в доступе, то есть договор у вас заключен, вы не допускаете специалиста для проверки газового оборудования. То же самое будет привлекаться к административной ответственности штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Немало вопросов было к представителям Тамбовской сетевой компании, в частности, некачественная питьевая вода в поселке Южный. Поскольку существующие сети водопроводные на Южном уже построены не первый год, и та вода, которая забирается из скважины, в том числе и с песком у вас иногда вода там бывает. Но сейчас проблема пока решается тем, что периодически мы промываем скважины, вернее не скважины, а сети промываем. Есть у нас график, мы промываем сети, но пока эту проблему, скажем так, решить пока невозможно. По словам Игоря Горбунова, в числе первоочередных бурений скважины на улице Пролетарская, монтаж станции обезжелезивания на улице Мичурина. У жителей улицы Крупская к ТСК свои претензии. На улице Крупской устанавливали новые, по-моему, подстанции, я их так назову. Окол Крупская и Тургенева. Ну, деревья обрезали, все тут куча, вся навалена. На улице Тургенева, Гагарина, перекресток, у ней там деревья клетные возможные, дом маленький, все это висит. Обрезали провода здесь. Все деревья годами лежат, это обрезки. Вы все-таки, если обрезали, вывозите сразу, ЖКХ это не берет. Ну, может быть, мы не своевременно вывозим, да, но годами у нас нигде не лежит. Мы за собой всегда убираем эти деревья. На улице Крупской установили подстанцию буквально, ну, может быть, полмесяца назад. И не говорите мне о том, что там эти деревья лежат год. Мы об этом помним, мы всегда за собой, я знаю. Это она аналогия, аналогия просто привела. Там, кстати, кстати, у вас, вы обратили внимание, что мы вам в этом году провели там реконструкцию сетей. За собой мы, скажем так, стараемся всегда убирать. С наступлением весенней погоды традиционный весенний месячник. Этот год не исключение. Сроки проведения определены. Старт глобальной уборки города – 3 апреля. Товарищи граждане, не выкидывайте телевизоры с холодильниками на улицу. Давайте не будем из нашего города тоже делать одну большую помойку. То, что вы соберете перед домом во дворе, да, мы частично это в основном все вывезем. То, что отходы за то, что вы будете выбрасывать бытовую технику, те же самые кровати, извините, у нас есть административная комиссия, мы будем привлекать. В период месячника свободный доступ на полигон для самовывоза крупногабаритной тары, строительного мусора, старой мебели. Председатели уличных и домовых комитетов, общественных советов инициативу администрации города поддержали. Порядок в Маршанске наводить надо.